ребятушки всем огромный привет с вами как всегда я ретро тех и у нас сегодня просто огромная посылка поэтому ребята и видео будет состоять из двух трех и даже не кажется четырех частей это будет самый наверно большой и большая серия видосов так как у меня здесь ну вот такая вот история поэтому ребята усаживаемся поудобнее берем вкусняшки ну а мы начинаем и так ребятушки давайте начинать первый телефон который у меня здесь есть это симонс с 65 я уже сразу же подготовил свой лабораторник потому что я понимаю что с таким объемом количеством телефонов нам из него не обойтись и давайте будем включать собственно проверять что к чему там тут что-то я большую вольтаж выставил сразу не посмотрел ну поехали так и кажется ли он загорелся нет да друзья есть загорелся телефон но у телефона по моему нет подсветки дисплея все работает но не работает подсветочка дисплея ну собственно вот так вот симонс с 65 классный телефон просто блин бомбезный кнопочки есть тут еще сбоку есть ну короче надо немножечко будет с ним поиграться и будет классный агрегат так есть давайте я еще включу свет чтоб нам было по комфортнее и мы едем дальше так следующий аппарат который у меня тут имеется это nokia она немного вот в таком состоянии человек собственно продавал это все как запчасти но я и вижу что по большей части конечно это все какой-то мусор честно говоря но всякие кнопочки клавиатурки заглушки можно будет отсюда взять нет не хочет включаться не хочет нас включаться наша nokia c2 давайте теперь еще раз проверим подключим нет точно не хочет но я как всегда ребята поменял полярность есть нет сожалению ни в какую не хочет включаться телефон мертвый давайте то что мертвая будем откладывать сразу вот сюда так батарея нам еще пригодится мы продолжаем nokia 6020 тоже потрепанная жизнью моделькой моего хорошего друга детства был этот телефон во время когда я ходил с симонсом а 50 он ходил с этой nokia и я вам скажу что на то время мне казалось что это прям какая-то фантастика телефон не хочет запускаться давайте еще раз теперь вот так попробуем подождите или плюсовую а минусовую вечно забываю конечно же вы меня в комментариях поправите нет ребятушки не хочет он запускаться телефон мертвый окей едем дальше дальше у нас вот такая вот интересная китайская дурында копия nokia 6700 tv mobile и сюда нам надо батарейка уже другая давайте попробуем подставим и будем включать так с этой не хочет включаться давайте попробуем такую такую жаль хотя я знаю что это батарея заряжена жаль 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 давайте попробуем еще но так ни в какую и вот так нет китайские телефоны китайские ладно едем дальше следующий агрегатик это у нас старая добрая nokia 8210 блин классный аппарат правда без крышки очень грустно но ох я его включил и он сразу начал вибрировать причем так сильно мне кажется что ему жагапец так есть пробуем давайте он подал признаки жизни конечно но на этом собственно и все еще раз подключаем уже не подают жизни давайте попробуем его запустить через аккумулятор может быть что-то да выдаст мне друзья к сожалению к сожалению телефон не хочет не хочет жить очень жаль все что я могу сказать очень и очень жаль так едем дальше следующий агрегат убитой жизнью nokia 62 33 это отвратительное состояние телефон знаете больше мертв чем жить но будем проверять кнопочка вырвана не проверим да и такое бывает так ребятушки следующий аппарат ух ты ешкин ты матрешки 8850 арбуши аппарат все на месте прям я удивлён очень сильно удивлён так что у нас с кнопочкой нет я в принципе уверен по большей части что он мертвый жаль ребята очень жаль классный телефон но мертвый ну то что здесь скажешь ничего не скажешь грустно очень грустно так едем дальше следующий аппарат тик у нас nokia 88 2 0 rt это дисплей сразу видно разбитый давили до такого состояния ну и и платы нету по корпусу да представляете такое свое время с таким вот модным выходить а механизм отрабатывает идеально то что у нас только один полу рабочий телефон но это грустно ребятушки samsung d720 как же я о нем мечтал как же я его хотел насколько это интересный был телефон всякими финтифлюшками такими дополнительные куча кнопок туристический дизайн шторки от этих отдыхали звук тут фантастический ну классный классный телефон да ребята есть д720 запустился подсветочка работает класс классный телефон конечно толстый очень толстый пластик уже потерял свой цвет но я вам скажу что все детали на месте за исключением конечно же задней крышки и кнопочки наверное еще работают да то ты что найти бы на него заднюю крышку и было бы очень круто самсунг джойстиком это конечно ну нечадно я не помню немного было телефонов самсунгов с джойстиками класс класс класса рабочие отложили и едем дальше следующий агрегат это у нас вот такая вот моторола одна из старичков motorola t722 ай давайте тоже попробуем интересно подав признаки жизни не подаст это еще тот момент знаете когда кнопочка включения ну точнее отбой было слева так как считалось что ну принимать вызов на бута поближе к правому пальцу нет не хочет давайте еще раз нет все таки нет как же они были красивые какие же они были красивые блин слова передать так еще один представитель у нас самсунгов с очень пухленький о подгон царский басяцкий и котл посибочки r210s ну давайте пробовать раз на вас правильно подключил нет неправильно раз и крабики неудобные просто ужас и пробуем до боевой классный телефон видно что конечно жизнью потасканный ну а как говорится кто у нас не потасканный да а аккумулятор давайте хоть на спиновку посмотрим плюс не все правильно мы делали плюс плюс здесь да не рабочий давайте подключаем это у нас моделька в 500 50 моторола оп и пробуем нет не хочет они кстати почему-то у нас все сегодня большинство идут без винтиков болтика знаете ощущение как будто не ну скорее всего сколько лет прошло присадишь телефон да там не вскрывался скорее всего что чинили что-то сделали когда такое огромное количество приезжает скорее всего они все сервисного центра кстати клавиатура загорелась и телефон включился лока отлично отличненько вставьте сим и тут еще работает ну слушайте можно тогда тогда можно заниматься этим телефоном но тоже знаете можно конечно привести его хорошее состояние корпус на него найти вы уже не найдете ну вот что делать с такими крышками задней я не знаю единственный вариант который я возьму себе вижу это красить и ну ребята вы меня простите реально красить крышки но это жестко так в 360 motorola должен вас с аккумулятором флешечка интересно стоит нет где-то здесь я помню флешка стояла вот сверху нет флешки нету давайте будем тоже пробовать включать внутри кстати в хорошем состоянии есть загорается и дисплей должен сейчас включиться нет дисплей не включается а я чувствую здесь вот что все было сломано механизм поломаны но клавиатура здесь хорошем состоянии и корпус в принципе в хорошем состоянии не считая внешних панелей пригодится но положим тебя флата полурабочий так как ложились будем ложить пускай будет так следующий аппаратик samsung d 900 стиль мода красота своего времени ох какой он был потрясающий когда только вышел и могли его позволить себе только богатые дядечки и тетечки скорее всего богатые дядечки которые потом дарили все это тетечкам есть включается и выключается это значит что телефон рабочий просто необходимо вставить сюда его на родной аккумулятор до 900 в фардовом цвете кайф и обратите внимание на какую тут вот здесь прям как новенький класс 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 но это это вот софт-тач покрытие это как показывает года это большая большая ошибка так следующий ребятушки телефон motorola razer v3 это да это в 3 не в и ай и что ж будем смотреть будем включать розовый цвет кстати в хорошем сохране в очень хорошем сохране 1 эх жаль очень и очень жаль грустненько грустненько закрываем не хочет работать а телефон реально крутой посмотрите вытру конечно же от себя класс так ребятушки на этом собственно первую часть мы с вами заканчиваем вот увидимся во второй так что всем ностальгии лайкусики колокольчики ну и потихоньку переходим во вторую часть